Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю дегустировать томаты, те которые на сегодняшний день у меня поспели. Вот только что показывала вам Демидов и Настенька. Вот следующий томат, который мы сейчас будем потрошить, это пудовик. Пудовик, он очень похож на ботяню, на розовый мед. Но если ботяня у нас высокорослый, индотерминатный, двухметровый, то пудовик у нас детерминатный. И в открытом грунте он вырастает метр-метр двадцать. Но в теплице, правда, повыше, может быть и метр пятьдесят, и метр семьдесят. Но он не будет у вас в потолок упираться, он сам ограничивается, вершкуется. И в этом его преимущество. Еще, конечно, вот эти вот очаровательные плоды, малиново-красные, ярко выраженные, вот такой вот сердцевидной формы, они очень похожи, еще раз повторю, и на розовый мед, и на любимый праздник. Это вот как раз тот класс томатов, которые у нас мясистые, сахаристые. Но, есть одно но. Если перед этим я показывала вам эту Настеньку и Демидова, и говорила, что они толстоногие, выносливые, вот эти сибирские сорта, которые подмерзают, но потом обрастают. Нет, пудовик не такой. Он не толстоногий, рассада у него тонкая. Он так же, как ботяня, в рассаде за ним нужно ухаживать. Такой, можно сказать, как, может быть, тщедушный, тоненький, вытягивается. То есть, это самый простой, вот обыкновенный, с простым строением и листа, и стебля. Да, он обычный, но он тем хорош, что он очень урожайный. По 5 килограммов пуста заявленная урожайность, это 20 килограмм с одного квадрата. И, конечно, это сплошное томатное мясо. Посмотрите, вот это как раз тот, как сказать, та элита томатная. Вот те томаты, которые мы выращиваем ради того, чтобы насладиться вот этой мякотью. Он, во-первых, и красивый. В прошлом году я делала видеообзор в теплице. Он весь увешан вот этими вот сердцевидными томатами. Но, конечно, из-за этого мяса. Его можно и дольками консервировать, и в салаты. Но, естественно, прежде всего, это, конечно, какой большой разрезок. Конечно, это салатовый сорт. Мы ждем эти томаты. Начинаем рано-рано их сеять. Очень долго за ними ухаживаем. Только для того, чтобы насладиться вот этим вот сплошным одним томатным мясом. Могу даже не пробовать. Опытные огородники сразу скажут, что томат вот с таким с разрезом, ну, не может быть. Он не может быть не кислым и не может быть таким каким-то пресным. Конечно, многое зависит от погодных условий, но... Сейчас, пожалуйста. Как бы сделать, чтобы видно-то их было. Многое зависит и от погодных условий. Но вот эти вот томаты, генетически склонные к образованию повышенного сахара, конечно, они все вкусные. Сейчас я для подстраховки попробую один другого сладче. Ой, вкусно, красивее. Смотрите. Вообще одно томатное мясо. Вообще нет ничего, кроме томатного мяса. Если я до этого вам показывала, это какое индийское мясо, вот это, можно сказать, сибирское мясо, пудовик, точно. Сейчас отведаем. Ну, конечно, это не монгольский карлик. Сегодня пробовала монгольского карлика, все-таки он чуть-чуть с кислинкой, ну, как все ранние. А вот это мясо, можно прям делать с них бифштексы. Ну, все. Тут даже комментарии излишни. Пудовик, это томат, мой вердикт, который состоит из одного томатного мяса, который очень вкусный, очень мясистый. А, я забыла разломить. Все, сейчас все разломим. Совсем отшибло. Вот тут даже можно не ломать. Но все-таки я разломлю. Все. Тут все ясно без слов. Сахаристый, мясистый. До свидания. Рекомендую, подавить, кто ни разу не выращивал, посадите. Во-первых, он у вас, вы удивитесь, сколько много на нем плодов. Даже плоды, если будут не очень крупные, как у меня вообще заявлено, он 500-700 грамм. Но вот у меня 400-ки, на первых кистях были 500-ки, а так 300-400. Даже если он будет у вас не очень крупный и не поразит вас размерами, он поразит вас вот этим мясом, сплошным томатным мясом. Все. Это подавик номер 119 у меня в каталоге. Я вам его рекомендую. Попробуйте хоть раз в жизни мясистый вот такой салат. Ой, томат. Вот так вот.